ребят всем шалом во-первых во вторых дало эти дебильные начала мои где как клоунся виду в какой-то момент я думал что это будет весело пересматривать потом мол какой же я дурачок блин смешной блин и эту и так далее вот сейчас понял что давайте немного в серьезность ударимся тонус матки во время беременности время и зря не теряем ставьте лайк пишите комментарии подписывайтесь на канал тонус матки во время беременности это вот как раз та тема которая очень часто поднимается выпусках я вижу там порядка 20 40 иногда даже 120 комментариев что за тонус матки что они имели ввиду слушать этот диагноз часто пугает женщин хочется сказать от лица гинекологов что сам по себе тонус матки не является решающим звеном не в риске преждевременных родов про то что я говорил нечего бояться и ныть у меня тонус матки врачи искали тонус матки с этим можно жить это абсолютно нормально не в риске потери беременности мы гинекологи оцениваем комплекс на все факторы мат кстати тоже я оцениваю практически всегда все комплекс на не просто от одного слова сразу в дрожь это мышечный орган ему свойственно сокращаться и расслабляться это может быть непостоянным часто мы видим тонус матки во время осмотра да вот это как раз таки очень через этот видно через скрининг ладно все хватит пока приятного просмотра дорогие зрители друзья всем привет вы на канале женек и с вами ведущий естественно канала женек тот самый педро у педро уже немножечко здесь растается виноват забыл побриться точнее если быть максимально честным у меня отключили воду вот поэтому я не побрился знаю просто многие бы спросили я заранее всегда отвечаю сегодня смотрим с вами беременна в 16 и это будет как я понимаю не очень простой выпуск почему потому что он будет проходить в испании да то есть мы не будем видеть избушку на курьих ножках какого-то там олега который пьет по 7 литров водки утром и соответственно столько же скорее всего вечером должен быть какой-то контраст но я могу ошибаться я еще не смотрел просто знаю что существует один выпуск беременных 16 из испании поэтому ребята я тут и сегодня мы это будем с вами смотреть поэтому как минимум за теплый выпуск теплый почему потому что в испании я вымаливаю как обычно как самая последняя попрошайка зная можете не говорить лайк ставьте сразу же пишите какой-то приятный комментарий и конечно же оформляйте подписку на мой канал потому что до миллиона осталось вообще просто уже считай как ничего вот теперь немножечко важных вещах и все приступаем не переживайте хотя я знаю что все равно существуют эти люди которые если что начало тут я думаю для кого это все говорил спасибо ребят очень приятно вот такой вот есть баннер прекрасный смотрите это блин команда сделала специально действительно в эти числа которые вы видели на баннере я не помню какие там числа короче это конец ноября будут скидки до 70 процентов на всю коллекцию которая у меня была это замечательная коллекция я считаю потому что продалась она намного больше чем все другие прям сильно больше и мне она очень сильно нравится и после того как пройдет черная пятница сразу же будет запуск новой коллекции поэтому тут поступайте как хотите либо покупайте по скидочкам старую либо не покупаете откладывайте дальше и покупайте новую вот такая вот бизнес речь блин и конечно же телеграм-канал который находится по ссылочке в описании там я всегда приходите блин читайте там нахрен все вы на общайтесь с людьми и вообще будьте в этом будьте в курсах в нем вообще как я живу и так далее вот я желаю всем приятного просмотра самых-самых самых позитивных вибраций добра улыбок и т.д. с вами евгений макаренко в нос его коленка ребята поехали чур расселись чепуха юб ты ааааааа аааааа ну уже согласитесь приятно это такой знаете выпуск тире отдых от вот этой вот классической ситуации когда вот эти вот избушки существуют вокруг полу разломанные какие-то. Ну, понятно, что не всегда, но бывает. И от этого становится депрессивно. А тут, как говорится, чё депрессовать-то, блин? Привет! Меня зовут Алина. Мне 16 лет, и я проживаю в испанском городе Эльче. Эльче. Алина из Эльче. Больше тут добавить нечего. Но это сейчас мы проживаем в Эльче. А до этого жили в поселке Плая Фламенко, тоже в Испании. А, ну, извините, ладно. Блин, конечно, представляю, как там было ужасно, но давайте лучше в Эльче. Согласен. Всё своё детство до 8 лет я провела в Москве. Слушайте, какая-то это. До этого в Москве, потом в деревушке под Испанией, сейчас в Эльче. А где вот эти вот низы? Started from the bottom. Где вот это вот всё, как Дрейк пел? Ну? Собирались в аэропорт. Мама сказала, что это просто на каникулы, что мы в сентябре вернёмся в Россию, как бы в школу. А когда мы приехали в Испанию, и настал сентябрь, то мы не вернулись. Работаем. На самом деле, мама не собиралась возвращаться в Москву. Как это всё манит? Я не могу. Когда ты вот здесь находишься, ну, здесь это я, в Питере, там снег, ветер, на улицу выходить реально не хочется. Вот сюда смотришь и думаешь, что-то сидят, никуда никто не торопится, что всё так спокойно, вот эти вот... Блядь, аж слюни полетели. Вот эти вот пальмы, архитектура такая. Но когда ты там, ты такой, блядь, что-то слишком жарко, слишком уже всё это надоело, я уже хочу там в снег, куда-то ещё. Буквально 3-4 дня, и ты здесь, когда находишься, снова хочешь туда. Ребята, я не знаю, где эта идеальная жизнь, типа, 3 дня жить в Испании, 3 дня жить в Москве или в Питере, всё. У неё не ладилось там с личной жизнью. С моим отцом Димой разошлась, когда мне было 8 месяцев. С тех пор он мною не интересовался. Либо Дима просто не может позволить себе билеты до Испании. Мама просто говорила то, что как бы он не хочет меня видеть, то как бы я ему не нужна. Через несколько лет мама вышла замуж второй раз за моего отчима Женю. И у меня родилась сестра Лиля. Слушайте, а мне интересно, кто здесь парень? Какой-то русский тоже, который перебрался случайным образом в Эльче, или это какой-то будет? Педро. Бог его знает, кто там будет. Но вот мне интересно, если это будет какой-то Педро, то как он будет разговаривать на синхронах? Ещё мне больше всего нравится, что 90% зрителей уже смотрели этот выпуск, всё прекрасно знают. И я тут такой догадки строю какие-то. Которая младше меня на 5 лет. Но через 3 года совместной жизни отчим изменил моей маме. Она подала на развод и в 28 лет решила кардинально поменять свою жизнь. В Испанию уезжала в то время моя подруга, и она предложила, что, Катя, хочешь, поехали со мной, и вот, да, хорошо, поехали. Как всё легко. Не хочешь со мной переехать в Испанию на ПМЖ? Да давай, ху**, да? Вообще, какие вопросы? Да, давай переедем. Мама оформила туристические визы, и так мы с ней и младшей сестрой Лилей оказались на берегу Средиземного моря в посёлке Плая Фламенко под городом Торревьеха на востоке Испании. Мой переезд в Испанию был крайне необдуманным. Я не знала испанского языка, я бы сказала, что это отчаянный шаг. Что там сложного в испанском языке? Он там, си, да, и так далее. Просто выучить слова и всё, и уже ими оперировать. О, б**ть, какая тяжёлая работа, боже мой. Мы жили в доме у маминой подруги, так как денег, чтобы снять жильё, у нас не было. Несмотря на то, что мама получила образование бухгалтера в Московском горном университете и работала по специальности, когда мы жили в Москве, найти работу бухгалтера в Испании было нереально, так как мама не знала языка и не имела документов. Ведь мы проживали как нелегалы, потому что туристическая виза у нас быстро закончилась. Я человек с высшим образованием, приехав сюда, вынуждена была, естественно, начать свою трудовую карьеру с работой нянечкой, просто уборщицей в других домах. Мама не могла нас сама обеспечить, поэтому... Да, да, вот это уже видно сразу. Мы где-то в России. ...финансово нам начала помогать Ира. Это моя бабушка. Просто ей не нравится, когда её так называют. И по ней вообще не скажешь, что ей 66 лет. Бабушка Ира живёт в Москве и работает администратором в салоне красоты. И могла высылать нам по 300 евро в месяц. А почему она, если что, она по стоянке просто высылает по 300 евро в месяц? Бабуль, вам это зачем вообще? Я не понимаю пока что. У неё руки были съедены от уборок. Работала за 1 евро в час и за 2, и за 3. Благодаря... У меня были ставки типа там 270 рублей в час и так далее. 1 евро это пока, наверное, один из рекордов, которые я слышал. Благодаря помощи бабушки Иры мама смогла арендовать квартиру, но попросила свою подругу Наташу прописать нас у неё в доме, чтобы я могла учиться. Потому что такой документ нужен для зачисления в школу, в которой, кстати, мне было очень сложно. Я знала по-испански только три фразы. Привет. Ола. Меня... Ой. А, привет. Ола. Да, это Си. Ну, я говорю, тут вопрос только в том, сколько слов вы учишь. Меня зовут Алина. Меня зовут Алина. И где туалет? Доннистальбаню. Мне так нравится испанский, я не знаю. Но вот последнее время я ещё сейчас смотрю сериал Нарко. Бля, не знаю, такое вообще... А, ну ладно, это же сериал официальный. Смотрю сериал Нарко. Первый. Просто Нарко. Не Нарко Мексика. Нарко Мексика я смотрел. Нарко с Мексикой я смотрел. Вот. Лично я несу. Короче, вы поняли. Сейчас смотрю именно про Эскобара. Ну, я уже досмотрел практически. Я скажу честно, я даже... Ладно, я вам признаюсь. Сейчас, секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну что, ребята, я тут. И так уж и быть, поделюсь с вами своими новостями. Я смотрю сериал. Возвращаемся, да, к этому. И помимо сериала я посмотрел ещё, может быть, уже видосов 30. Другими мнениями по поводу того, как это всё там происходило. И последним шагом стала покупка книги. Хуан Пабло Эскобар. Мой отец Пабло Эскобар. Пожалуйста, ребята. Книга на ваших экранах. Ёбану ты ли я? Ну, слегонца точно. Но мне захотелось это почитать. Я и так ничего никогда не читаю. Почитаю хоть это. С удовольствием. Поэтому одна из причин, почему мне ещё испанский нравится. Это так прикольно звучит, просто я не могу. У меня ушло два года, чтобы выучить этот язык. Но на этом мои испытания не закончились. В испанской начальной школе, в которой я училась, каждый год детей переводили из класса в класс. Это делают, чтобы ты умел влиться в любой коллектив и учился находить общий язык с разными людьми. Там, глядите, в Испании даже вон... ...на одном колесе все катаются. Охренеть, вообще какая-то другая страна. ...язык с разными людьми. Это было как бы очень сложно для меня. Ну, обидно, то, что как бы нет подруг, нет друзей. Зато у меня появилась здесь ещё одна сестра, Кира, когда мама в третий раз вышла замуж. На этот раз за англичанина Иоанна. Но нам непривычно выговаривать это имя, поэтому мы зовём его Ян. У Яна есть вид на... Смотрите, на фотке просто такой кот Базилио. Ян. Иоанн. Сори. ...жительство в Испании. Он старше мамы на 27 лет. Работал охранником в доме, где мы снимали квартиру. Я бы на месте Иоанна пошёл бы на передачку «Неравный брак», где мы бы посмотрели, как у них на самом деле сейчас всё происходит. Теру. Часто сидел... Кстати, «Неравный брак» очень хорошо посмотрели, там 400 плюс 1000 уже. Спасибо. Ну, конечно же, мне приятно. Ну, естественно. Всё вам надо рассказывать, блин. ...нами, пока мама работала и своей поддержкой зацепил её. Я могу сказать честно, мне было вообще совершенно всё равно, кто мне будет оказывать эту помощь. Хоть англичанин, хоть чёрт с рогами, хоть вообще кто, всё равно. Этот брак помог нам всем получить документы, чтобы законно жить в этой стране. Но отношения с Яном у меня не складывались. Он пытался воспитать меня, а я не хочу, чтобы мной командовал какой-то левый взрослый мужик. Мама видела, что нам некомфортно друг с другом, но ничего не делала. У него свои правила и представления о том, как должно быть в семье. Для Алины это тяжело и неприемлемо. Я просто тихо умывала от всего руки, будучи страусом, прячься там на каких-то там своих работах в какой-то момент, допустила всё это на самотёк. Спасибо, отличный комментарий. Хорошо, что его не прервали этой ставкой. Кроме проблем дома, начались проблемы ВЭСа. Так называют среднюю школу в Испании, в которой... Да, ВЭСа это жесть. Я когда сам ВЭСа был, ребят, вы не представляете, сколько было проблем. Хотя бы из-за того, что нас реально переводили, то есть она не врёт. Но зато я научился вливаться в общество как-никак. Всех учеников переводят в 12 лет. В моём классе появилась девочка, которая хотела со мной дружить, но мне было неинтересно с ней общаться, и она просто возненавидела меня. Прикольно. Она считалась самой крутой, то есть она была для всех просто авторитет. Она просто как бы начала настраивать всех людей против меня. Начали распускать всякие слухи про меня, то, что как бы в 12 лет я уже не детственница. Они просто неслив всякий бред. Из-за этого я стала прогуливать школу и тусила с ребятами с района. С ними в 12 лет я подсела на сигареты, стала гулять до ночи, из-за чего ссорилась с мамой. А из-за прогулов, когда мне было 14, меня оставили на второй год. И хоть в Испании нет ничего позорного, чтобы два раза быть в одном и том же классе, мама была от этого в ярости. Мама сказала как бы... Ну, 14 лет на второй год, это, конечно... Ладно, может, там действительно тяжело, но я таких историй практически не слышал. Понятно, что они существуют, понятно, что, наверное, их немало. Для меня вот как можно... Я понимаю остаться там в 9 классе. Могу понять. В 11. Могу понять, но тоже у меня такое ощущение, что, знаете, все равно всех как-то так или иначе типа все, пиздуй уже, нахуй, за своим аттестатом, вот тебе 3, пиздуй, не хочу тебя видеть. Но в 14 лет это сильно. Все, мы переезжаем в другой город, как бы у тебя будет новая компания и ты будешь строить жизнь заново. Так мы и оказались в городе Эльче. Городе, которому больше двух тысяч лет и он в 15 километрах от моря. Родители Яна, которые живут в Англии, согласились помочь ему с покупкой жилья, выслали ему денег. Плюс Ян добавил свои сбережения и купил здесь четырехкомнатную квартиру. Вот так вот решаются вопросы. Обычная квартира, я уверен, стоит всего лишь 1300 евро. Какие вопросы, ребята? Но вскоре отношения мамы и Яна сошли на нет из-за бытовых ссор и они разошлись. Договоренность между нами, да, я воспитываю Киру и полностью содержу, а он, в общем-то, как бы вот предоставил нам крышу со всеми условиями над головой комфортными. Сейчас мама нигде не работает, потому что хочет все время посвящать Кире, Лиле и мне. Тем более, что теперь не нужно пахать, чтобы оплатить аренду квартиры. Мы живем на пособие по безработице. В месяц мама получает 100 евро, но этого не хватает. Мы живем на пособие по безработице 100 евро. Как можно на 100 евро выжить вообще? Ну, семья из трех человек получается. Четырех человек. Берем еду в Красном Кресте и финансово нам помогает бабушка Ира из Москвы. А у меня... Мне нравится, что бабушка Ира просто всегда помогает. В чем прикол? Как и хотела мама, в новом городе началась новая жизнь, но к учебе она не имеет никакого отношения. Толстый! Сама ты толстая? Нет, толстый ты! Сама такая? Нет, толстый ты! Слушайте, ну получается все-таки испанец. Испанец. Ну тут, как говорится, уже знаете, если в какой-то момент дай бог, конечно, он такой выходи за меня, ну очевидно, что она будет беременна, то тут уже плюсиков, так как говорится, и немало набегает. Паспорт мы уже имеем, дочка сразу же, получается, родилась там, соответственно, все. Ну, да я тут ничего пояснять и не буду. Парень Луис, ему 19 лет, он старше меня на 3 года. Я могу подразнить его толстым, потому что в детстве он был полным. Я знаю, как сейчас он любит свою внешность и боится поправиться. Буквально через месяц, как я переехала в Эльче, мы познакомились в общей компании. Мне стало очень холодно, и он мне дал свою куртку. У меня как будто что-то в голове прищелкнуло. То есть это просто какая-то мелочь дать мне свою куртку, но я влюбилась. А Луис говорит, что полюбил меня за яркую внешность и длинные ноги, а еще потому, что со мной весело. Я постоянно с ней ржу. Бля, прикольно, реально будут переводить. Она как ляпнет что-нибудь на испанском, вообще непонятно. Все друзья украют. Вроде и говорит на языке, но ошибки все равно делает. Мы с ней хохочем. Луис закончил среднюю школу. Сейчас нигде не работает и пока не знает, кем хочет стать в будущем. А тут все неизменно. Луис 19 лет. Пока еще мечтает, думает, блядь. Возможно, пойдет по стопам родителей, которые всю жизнь проработали в ресторане. Его маме Стефанией 37. Я называю ее Стефа. Она повар. А отца зовут Луис Фернандо. Он на два года старше своей жены и работал официантом. Но год назад уволился и сейчас занимается бытом и детьми. А детей в их семье четверо. У Луиса есть еще два младших брата и сестра. А еще три собаки и кошка, хамелеон и ящерица. Это перечисление когда закончится? Когда там где-то? И два бегемота, блядь, в гараже стоят. Все они живут в трехкомнатной квартире. О наших отношениях родители Луиса узнали практически сразу и не были против, чтобы мы встречались. Она мне показалась красивой и застенчивой. Она хорошая девушка. А вот своей маме спасибо. О Луисе я ничего не сказала, ведь она против того, чтобы я встречалась с мальчиками. Говорит, что на первом месте должна быть учеба. Но долго скрывать наши отношения не получилось. Из-за прогула в школе маму вызвали к директору и мне пришлось рассказать ей, с кем я провожу свое время. Корень зла это, конечно, безусловно, Луис. На первое место выходит любовь, чувства, гулянки вместо того, чтобы учиться и как-то думать о будущем. А поэтому Луис это просто корень зла. Луис плохой. Во всем виноват только Луис. Мама запретила мне общаться с Луисом, но я ее не слушала. И у нас начались сильные скандалы из-за этого. Доходило даже до драк. И в один раз я просто убежала ночью из дома и осталась у Луиса, не подозревая, что дальше меня ждет полный пипец. На следующий день мне вызванила полиция и сказала, что не надо в полицию участвовать. Ее мать заявила, что я ее выкрал, что я ее украл, забрала с дома, ничего не сказала. И она обратилась в полицию с заявлением о похищении. Да хорошо, что у мамы все хорошо с кабиной. Супер. Я сказала полиции, что меня никто не похищал. Я была в шоке. Но в большем шоке были родители Луиса. Если люди решили быть вместе, не нужно вмешиваться. Они могут поступать так, как им угодно. Но ты в это не вмешивайся. После этого случая у меня полностью пропало желание появляться дома. Я стала все чаще пропадать у Луиса и совсем забила на школу. А мама продолжала писать на него новые заявления в полицию. Я не знаю, ей больше нравится портить жизнь мне или Алине, потому что она встречается со мной. Любой прокол с моей стороны и она бежит заявлять на меня в полицию. Начинает делать все, что угодно, чтобы испортить нам жизнь. Поэтому, чтобы оградить меня от Луиса, мама сделала то, чего я ей никогда в жизни не прощу. Она написала заявление о том, что отдает меня в интернат. Я просто офигела, ведь там я буду... Там мама просто радикально отнеслась к этому. Типа, только так и никак иначе. Заявление и отказ от ребенка. Пиздец. Я буду заперти и не смогу видеться с Луисом. Я просто начала сильно-сильно плакать и у меня просто пройвал крышу. Я просто страшно кричала и вот, ну, что это самое страшное, что вообще в жизни я когда-либо виделась и слышала. Лучше будет, даже если уже ее заберут в интернат, чем она находится постоянно на улице, непонятно, чем занимается. В общем... Да, да, интернат действительно намного лучше. Это отличное взвешенное решение. Супер. Ну, как бы мне это просто страшно все. О, отличная вставка. Пролиснем ее. В интернате я жила месяц. Потом мама сказала, что заберет меня, но с условием, что я брошу Луиса и буду учиться. Мне уже 16. Я как раз кое-как закончила ЭСА, то есть среднюю школу и решила, что не буду учиться дальше в обычной школе. Лучше получить конкретную профессию. Поэтому я поступила на парикмахера, но я выполнила не все условия мамы. Люблю тебя. Сейчас мы встречаем... Вот это вот, блин, испанская нахрен любовь, блин. Хоп, из-за угла ее. Красота. Получаемся тайно от моей мамы. Она с Луисом знают только его родители. И меня это вполне устраивает. Я надеялась, что теперь у нас все будет хорошо. Но один звонок поставил наши отношения с Луисом под угрозу. Убожай этот звонок больше всего. Алло. Луиса задержали. Он сейчас в отделении полиции. Мне позвонил папа Луиса и сказал, что Луиса ему дает срок от 5 до 8 лет. Это жесть. Не знаю, что делать. Никто не знал, за что его задержали. Бля, интересно, за что же задержали Луиза? Это просто жесть. Не знаю, что теперь делать. Потому что я беременна. Это, по-моему, самое крутое начало, которое я видел. Просто 900 тысяч каких-то событий. Другая страна. Какая-то странная отъехавшая мама. Ну, пока что, мне так кажется. Посмотрим, конечно. И в итоге еще есть Луис, который загремел, которому грозит от 5 до 8. И хоп. Ведь я беременна. Это сильно. Я даже не подозревала о том, что могу быть беременна. Меня не тошнило и задержки никакой не было. Но кое-что все-таки было не так. Начала болеть грудь. Особенно по утрам я не могу надеять пускалтер. То есть я надела пускалтер и как бы у меня грудь как будто горит изнутри. Еще больше я напряглась, когда в Таллине... Да, сейчас, когда она трогала грудь, я думаю, блин, дадут, наверное, 18 плюс за это. Попросить, может, Диму заблюрить. А потом понял то, что мне 18 плюс могут дать за это. Без шуток. Я узнал, что если выкладываешь фотографию с Пабло, то тебе заблокируют инстаграм или удалят публикацию. На зоне, когда я покупал эту книжку, там было написано 18 плюс. Нужно было подтвердить свой возраст, чтобы увидеть обложку книги. Поэтому не надо мне ставить 18 плюс. Я купил просто потому, что интересно почитать про брата, ой, про сына, точнее, Пабло Эскобара. Сам Пабло Эскобар мне неинтересен абсолютно. Не сошлись мои любимые джинсы. И это странно, потому что руки и ноги остались худыми. Живот у меня полнеет и полнеет с каждым днем. Я сначала думала, что я как бы толстею, но в животе. Но мне не до лишних килограммов. Я переживаю, как там Луис. Даже поговорить с ним не могу, потому что в полицию у него забрали телефон. Он уже сутки в изоляторе. Его обвиняют в краже велосипеда на месте преступления. А-а-а, Луис у нас, оказывается, нашел, наконец, работу. Понял, кража велосипедов, отлично. Встреча была целая компания. И поскольку Луис раньше дружил с не очень хорошей тусовкой с района, которая вечно попадала в какие-то криминальные истории, полицейские задержали его. Но родители Луиса говорят, что он здесь ни при чем. Написали такое заявление. Но он ни в чем не виноват. Я пошла к родителям Луиса, чтобы спросить, что с ним будет дальше и как я могу помочь ему. Что же надо сделать, чтобы его не посадили? Завтра к нему поедет адвокат, он ознакомится с делом и скажет, что можно сделать. Сейчас остается только ждать. Я вся на нервах. Не пойму, что за велосипед и какой Луис имеет к нему отношение. Пугает то, что в Испании очень строгие законы. Если Луиса все-таки признают виновным, то могут посадить на 5, а то и на 8 лет. Родители открыли закон и посмотрели... Прям просто вот вдумайтесь, насколько... Ну, я не говорю, что это неправильно, но просто насколько это тупо. Типа, ты за что сидишь? Нет, вернее даже, сколько тебе дали? 7 лет. За что? Эй, украл велик. Блядь, это просто какой-то дебилизм. ...что примерно столько могут дать за круповую кражу. В этот момент я поняла, что одно дело встречаться с Луисом, другое иметь от него ребенка. Я решила рассказать родителям Луиса о том, что могу быть беременная и Стефа сразу дала мне тест. Да, вот я, кстати, более чем уверен, что реакция будет типа там понятно или типа ууу. Вау, классно. Нам вот помимо вот этих вот ящериц, детей, еще один точно здесь не помешает. Квартира-то большая, трехкомнатная. Я сделала его у них дома и он оказался положительным. О, мои эмоции. Первое, что я подумал и сказал оленя что девочка или мальчик которого она носит будет нашим что она всегда сможет рассчитывать на нашу поддержку ну плюс-минус сейчас интересно скажет мама но супер адекватной реакции от батя как будто бы ожидаемо я не ожидала что увижу две полоски я не собиралась быть мамой в 16 поэтому начала думать об аборте я хочу сделать аборт если честно не знаю ты хочешь его лишиться уверенно луис не работает не учится у него проблемы с законом а мне всего 16 вот тоже нет мы поможем всем сможем что же я буду делать с этим ребенком я тебя заставить сохранить его не могу тебе нужно поговорить с матерью без ее согласия ты не сможешь сделать аборт я очень боюсь реакции интересно что же скажет мама особенно в первые наверное минут 40 бля давайте подумаем все вместе наверное скажет оставить это все таки сын от луиза нужно него заявление не писала да ты мамы вы ведь в тайне от нее встречаемся с луисом что она скажет когда узнает что я беременна но мама луиса стефа права нужно и все рассказать я вернулась домой всю ночь не могла уснуть думая какой сложный разговор с мамой предстоит мне утром завтракать хочешь я не хочу затыкать и антигорь сказать только ты не ругайся не нравится только ты не ругайся там но и что пустяки вообще я слушаю я беременна ну как будто просто вот произошло что-то что мне каждый день ждала и когда ты наконец-то ступила слава богу теперь можно не бояться как видите реакция вроде как нормальная мама была в шоке что я ослушалась ее и продолжала отношения с луисом но сейчас не ей не мне не до этого ты думаешь научу делать аборт если бы такая же блин в голове у меня ситуация охренеть блин я когда-то бы хотела бы сделать аборт ты бы здесь не сидела на диване как я буду иметь ребенка 16 лет без образования без работы без собственно жилья без ничего ты какое-то долгое время назад решила что ты теперь взрослая что не будешь меня не слушать будешь делать что хочешь то почему ты мне сейчас ты задаешь этот вопрос вот и взрослая просто говорю то что типа это же самое что бомжиха заберемене ни копейки денег она же собираешь то что по что бомжиха заберемеет послужить типа какой-то откуда бы они у тебя деньги взялись только шаталась гуляла и занималась вместо того чтобы учиться ты сошлась с мужчиной ты стала взрослой вот теперь отвечай все не надо здесь кричать и разу голову свою включать нужно понимаешь да хотя бы хороший конструктивный разговор без эмоций я поняла что согласия на аборт от мамы мне не получить решила позвонить бабушке ирия тоже живет в москве где наш пират этот луис вор в законе куда он пропал что всем присел и все или что может она переубедит маму я была расстроена что это немножко рано что она еще совсем маленькая но алина уже давно очень взрослая поэтому никаких обсуждений о том что можно можно сделать аборт у нас не было не искал значит будет ребенок почему никто не понимает что быть мамой и совсем не готова да и что луис на это скажет он ведь до сих пор находится в тюрьме луиса выпустили через три дня наконец-то полиция жесткий срок выезд бля красава того род слышишь в натуре уже побывал на хате считай красава выяснила что он не причастен кражи велосипеда ну на хате я на всякий случай поясню как заходить в хату на типа в тюрьме understand me зачем я все это говорил в общем это был первый раз когда я сидел в камере был один парень который сказал что я был на месте преступления против меня не было никаких улик как меня посадить за то чего не совершал поэтому меня отпустили родители луиса сказали ему о моей беременности и он я думаю если переводчик отключить мне надо месяцев 10 на чтобы понять что только что скалу из там просто типа воспринял это как-то спокойно я себе думаю но тебе нужно искать работу с ним как быстро он говорит кошмар реально сколько мне надо там жить чтоб я это понимал но у типа много мой дом для нас делать для алины намного больше чтобы с ребенком все было хорошо и с ней тоже это гораздо больше обязанностей только раньше мне общение было я сказала луису что все же хочу сделать аборт но он предложил сначала сходить в больницу и знать хотя бы какой срок беременности у тебя срок уже 12 недель размер в пределах нормы все у ребеночка в норме плод уже сформировался видишь можно рассмотреть сердечко вот носик глазки ротик и вот ручки уже сформированы смотри такие пальцы красивые как мило ребеночек уже сформирован мне теперь жалко делать аборт потому что ты уже не клетка какая-то а целый ребенок как же это блин удивительно нахрен первый раз блин такая сценка то что вот до скрининга точнее ну наверное так да хочется сделать потом туда приходишь видишь это счастье на экране и понимаешь ты зачем зачем мне это зачем мне этого лишаться это выбрали делать аборт или нет потому что они собираясь заставлять ее рожать у меня 12 недель и теоретически я еще успею сделать аборт в испании можно прерывать беременность по желанию до 14 недель но с разрешением мамы потому что я несовершеннолетняя если бы я все-таки жестко стояла на своем то думаю мама бы сдалась и дала бы согласие но сейчас я уже не уверена в своем решении ну я не могу его убить потому что ребенок это это новая жизнь я еще раз посоветовалась бабушкой ирой родителями луиса и после трех дней раздумий решила оставить ребенка мне пришлось забрать документы из колледжа мама была этому не рада но я же беременна можно было бы конечно продолжить учебу но у меня нет желания и сил начался нереальный токсикоз все время тошнит и рвота через каждые три часа еще мама говорит среди за сколько она все время то сколько она уже видимо сидит что у неё что-то коленка порвалась охереть на самом деле мне кажется так тяжело всегда вот так над унитазом этот токсикоз дичь конечно нет и рвота через каждые три часа еще мама говорит что луису теперь нужно работать и содержать меня и ребенка и я сама об этом начала задумываться я реально считаю то что если я уже забеременела он должен пойти найти работу и пойти работать сейчас мы с луисом живем какая речь просто типа банальнее некуда еще вот этот голос как из мемов вот этих типа говоришь на меня перевозит на себя порознь он у себя дома я у себя но нужно решить где мы теперь будем жить и как будем содержать ребенка и я решила поговорить об этом с луисом когда мама сестрами ушли за покупками я пригласила его к нам домой что теперь думаешь делать учиться найти работу обещаешь обещаю точно конечно любимый вот увидишь для будет прикольно если он ничего не найдет и я сделаю вывод то что типа никак и ничем люди из разных стран не отличаются ну в конкретно в такой ситуации я конечно буду стараться буду искать хорошая работа буду откладывать деньги родиться но не обещаю луис согласен братик полностью поддерживаю ребенка надеюсь что луис сможет позаботиться обо мне и ребенке но иногда мне кажется что он даже о себе толком позаботиться не может на днях случайно упал и сильно ударился о стекло вот сейчас ходит с пластырем на правой руке нам еще осталось решить где мы будем жить луис предложил переехать к ним это кстати точно значит то что парень какой-то странный даже о себе блин позаботиться не может любой человек который где-то ударился ушибся что-то вывихнул но я считаю что он не способный жить нормально уж точно но у него даже своей комнаты нет он спит в комнате с двумя младшими братьями а когда прихожу я то мы спим в гостиной пока не понимаю как решить вопрос жильем вообще от всех этих проблем хочется сбежать или хотя бы развеяться но денег на развлечения у нас особо нет только на мелкие расходы на которые мне дает бабушка а луису его мама поедем в ликанте повидаться с дедушкой и ты немного развеешься хорошо я обрадовалась когда луис предложил поехать к своему дедушке фернандо валиканте это отец луисы фернандо папы моего парня ему как выглядит как будто знаете кита разрушители мифов разрушители легенд вот эти вот ведущие 60 лет всю жизнь проработал поваром ресторане и параллельно занимался своим любимым делом музыкой сейчас он подрабатывает звукорежиссером на студии звукозаписи луис очень привязан к дедушке и в детстве проводил с ним много времени и сейчас навещает его каждый месяц и берет меня с собой я просто обожаю фернандо я люблю свою девушку потому что он очень 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 веселый человек и ночью очень добрый искренний я надеюсь мы тоже очень сильно полюбим я уже практически влюблен как минимум в его внешность аликанты находится не очень далеко 26 километрах от эльча уже не терпится увидеть лицо фернандо когда он узнает что станет прадедушкой мы приехали к тебе в гости потому что у меня для тебя хорошая новость ну же рассказывайте ты скоро будешь прадедушкой я беременна вот это да серьезно да смотрите какой луис веселый алина для меня как внучка это моя семья бля как же дед выглядит ахуенно просто посмотрите эта цепочка футболка здоровая это очень круто ты рад да я счастлив очень счастлив буду умирать среди правнуков не могу в это поверить я очень сильно обрадовался за себя когда узнал что стану прадедушки в 60 лет мало кто может похвастаться что в 60 я стану прадедушкой что скажешь молодому отцу скажу ему что придется ему много работать я знаю знаете что дедушка всегда и во всем вам поможет хорошо что-то мне подсказывает что ребята будут жить у дедушки судя по тому насколько он добрый человек вероятность очень высокая мы собрались и пошли гулять вместе по аликанто обожаю этот город здесь можно круто отдохнуть у моря а старинные дома замки и соборы это просто восторг а еще музыка вообще испанцы не могут без нее жить практически в каждой семье есть кто-то кто играет или поет еще очень отличаются пенсионеры если в россии все привыкли больше сидеть по домам на старости лет то в испании наоборот после 60 жизнь только начинается как любит шутить фернандо мой друг споет вам песня вот еще и музыка я не знаю что сказать ребята это какой-то типа слишком контрастный выпуск красиво море еще он кто-то поет и голос вроде хороший вообще вот мне сказать ничего у тебя прекрасный голос мне очень понравилось пока мы гуляли мама написала и попросила номер стефании мамы луиса чтобы с ней поговорить это будет их первое общение я даже не знаю поймут ли они друг друга просто мама за 8 лет жизни в испании так и не смогла нормально выучить испанский потому что большинство ее знакомых русскоязычные я предупредила но и но английский как минимум она должна знать очень хорошо раз она была в браке с англичанином ставанию что я и будет звонить моя мама я принимаю решение выяснить кто где пили с англичаном как правильно с англичанином с человеком из англии скажем так будет жить как платить как ребенку покупать эстефания доброго тебе дня да есть вопросы которые надо обговорить много всего на ребенка надо будет я очень переживаю из-за того как все будет что ты думаешь не переживай будем как-то решать эти проблемы я предлагаю делить все затраты половину я половину ты сможем я не готова об этом говорить давай походу будем как-то разбираться со всем я слышу в мы не о чем абсолютно и никаких совершенно конкретных ответов на свои прямые выросли звук я не готова об этом говорить давай будем как-то по ходу действовать вопросы нет не получаю ну вот сейчас непонятно где будет лучше жить луиса и оленя пусть думаю сами где они хотят жить ладно вот такой подход блин я уверен маме то и нравится что у нее не получается сформулировать свои мысли потому что она не очень хорошо знает испанский или я не понимаю ее я помогу им всем чем смогу но это не моя обязанность думаю олени и луису нужно повзрослеть и самим отвечать за себя мы гуляли с луисом в аликанте до самого вечера а потом поехали ко мне домой потому что мама позвонила и сказала что нас луисом ждет серьезный разговор дома она предложила чтобы мы жили в нашей квартире при условии что луис найдет работу и будет помогать финансово ну хорошо что хотя бы могут жить я думал там будет совсем просто какой-то лютый отказ от мамы во всех планах я понимаю принимаю тот факт то что луис отец будущего ребенка и мне нужно постараться его принять жить с мамой мне подходит луис тоже не против этого в этот же вечер он поехал к себе домой собрал вещи еще бы он был против он живет в комнате с кем-то там черепахами змеями с корабе и двумя детьми конечно ему будет хорошо со своей надеюсь будущей женой в одной комнате в отдельной и переехал к нам его родители спокойно отнеслись к переезду сына маме алины ничего не стоит выделить комнату дочери и луису на меньше семья есть большая комната там больше места и лучше у меня четвертый месяц беременности раньше я курила как паровоз а сейчас ради малыша я практически отказалась от сигарет максимум одну в день смотрит платье просто понять какая там ситуация на рынке и вообще какие платья бывают еще просто крышу сносит как хочется газировки могу литрами ее пить и все время ем очень странную еду я чувствую то что беременность это это очень странно мне очень хочется киви с майонезом именно киви прямо это вообще какое-то рекордное сочетание как бы я не любил майонез киви с майонезом это какой-то в первую очередь мне кажется неуважение к майонезу смешивать его чем-то сладким мне кажется майонез надо уважать чтить любить и добавлять его в те блюда куда он может Добавляться, так сказать. Ладно, что я есу? Просто какой нахуй киви с майонезом? Так, ребят, отходил в туалет, потому что водный баланс поддерживаю, когда хочется бесконечно туда ходить. Все, я вас предупредил. Точнее, уведомил. И на него выдавать майонез. Все одновременно. Луис уже месяц живет у меня дома. Он составил резюме и ходит на собеседование, а остальное время проводит вместе со мной. Мы часто выбираемся погулять в город. О, какой медведь! Ты мне купишь его? Да, конечно. Я очень хочу, чтобы у нашего ребенка были все игрушки мира. И если он скажет, мама, хочу это, я могла это купить. И чтобы вся комната была в игрушках. И у него было все. Надеюсь, что ты найдешь работу. Я очень в тебя верю. Да, я найду, ты же знаешь. Пока что что-то Луису как-то не верится. Он просто типа чел, который ходит и такой. Да, я все понимаю, конечно. Будущее за нами. Да, все супер. Надеюсь, совсем скоро Луис найдет работу, и мы съедем от мамы в квартиру или небольшой дом. Сколько же раз я это все слышал. Я уже не могу на это смотреть спокойно. Потому что с мамой жить нам невыносимо. Они с Луисом каждый день ругаются по бытовым вещам. К примеру, Луис часто ходит в квартире в обуви, как многие испанцы. А маму это раздражает. Но больше всего ее бесит, что Луис не приносит деньги в нашу семью. Все домашнее хозяйство, вообще и финансовое хозяйство, любое хозяйство абсолютно находится на мне. Финансовое хозяйство. По ссылке в описании, ребята. Я и хожу в магазин, и готовлю, и убираю, и стираю. Совершенно абсолютно ничего не делает. Люблю тебя. Не понимаю, почему мама так бесится. Она же и сама сейчас не работает. Мы живем на пособия по безработице и на деньги, которые нам высылает моя бабушка Ира. Да, и действительно, что беситься. Все, по-моему, вообще звучит охуенно. Скоро уже рожать, Луис просто, ну, лежит на кровати. В кроссовках, слава богу, все хорошо. А то, что Луис не помогает по хозяйству, так это потому, что часто она не просит об этом, а потом кричит на него, что он ничего не делает. Какие у него там горячие страстные поцелуи, я, конечно, уже, ну, уже устал. В таком случае я не собираюсь тебе помогать, и точка. Ты не можешь относиться хорошо к человеку, который к тебе относится, как к собаке. Это вот вообще сколько все это будут еще продолжаться, а? Лежание на диване, в ботинках, и делание вообще. Бля, Луису просто вообще по***. Ничего. Не на твои? Ну, мам, лишь же как раз. Да, конечно. Мне не надо голову вообще не заморачивать. Ничего, ты меня слушай. Ты дальше что собираешься делать? Луис, ты... Что ты думаешь? То же, что я, Лена? Ты работать будешь или как? Смотрит он на меня. Жрать хотите на кухню? Куска хлеба жалко. Да жалко! И куска хлеба, и куска туалетной бумаги, и куска пледа, и всего мне жалко. Для него, для тебя мне жалко. Да, ты вообще понимаешь? Но... Если хочешь есть, работать надо. Я ухожу. Мне лучше уйти. Вместо того, чтобы она проедала мне мозг и рассказывала всякие глупости. Я просто ухожу. Я просто ее не выношу. Да? Если хочешь. Ты сама выплачу на... Совсем уже. Уйдешь куда? Куда надо? Ты должна уважение к дому. Куда, Алина? Куда? Туда подожди. Куда, куда? К дедушке Луиза. Надеюсь. Я не знаю, как объяснить внутренне, что у меня... Какое у меня мнение по поводу мамы. То есть, я с одной этой стороны понимаю, что она там пытается донести и так далее, но вот сам вот этот метод, ее вот это вот поведение, мне, конечно, такое не близко. То есть, она прям для меня какая-то истеричка. Понятно, что там показывают какие-то краткие вырезки, да, и возможно, она там действительно каждый день ходит и говорит об одном и том же и все в спокойной форме. И сейчас вот ее сорвало. Понятно. Но я этого не видел, и судя по тому, что вижу я, мне она кажется немного такой... Слегка неуравновешенная, скажем так. Взрослый мужчина, который только делает, что в грязных ботинках валяется в моей постели, а я еще при этом должна его обстирывать, обглаживать, финансово обеспечивать и кормить. Ну, нет, извините, такого быть не может. Ну, как бы ее тоже понять как-то можно. И Луис такой, блядь, как все заебало. Пойду, украду самокат какой-нибудь. Весело. Как она не понимает, что нервничать мне нельзя. Видеть ее не хочу. Мы с Луисом поехали к нему и рассказали его родителям о случившемся. Я могу понять маму Алину. Я предполагаю, что она переживает за будущие дочки. Но получается, что она против Луиса. Кажется, что она не хочет, чтобы Луис там находился. Да тоже как-то неверно. Она хочет просто, чтобы Луис куда-то ходил на работу. Хотя бы два через два, я не знаю, или один через сорок. Ну, главное, чтобы он просто был на работе и типа приносил, ну, не знаю, там 200 евро, чтобы можно было купить там что-то поесть. Наверное, так, папа. Я, ну, папа Луиса, извините. Вот, поэтому... Не все так печально, как вам кажется. Хоть родители Луиса и считают, что мы должны сами решать свои проблемы, но все же предложили пожить у них. Я согласилась. Вы это видели? ...свои проблемы, но все же предложили пожить у них. Я согласилась. Пле, хорошо, что Луис просто не пизанут и наглухо. Все отлично. Пусть тогда переезжают ко мне. Я сказала, что приму Алину как часть семьи. Я написала маме, что теперь буду жить у Луиса. Куда у Луиса столько желания сосаться? Вот как только камера включается, сразу же его вот этот вот взгляд тигра. Алина совершенно не желает подчиняться никаким правилам, договоренностям и желает совершенно абсолютно жить так, как хочется ей и делать то, что хочется ей. Мы с Луисом спим в гостиной. Хорошо, что хоть днем народу в квартире Луиса немного. Дети уходят в школу, а Стефа на работу. Остается только папа Луиса, Фернандо. Он нам не мешает. И ящерицы с собаками. Что мы можем спокойно позависать вместе. Да ёб твою мать, хватит, пожалуйста, бесконечно ее кусать. Что он хочет сделать с этим? Ты мне должен сделать массаж головы. Как-то так? Но только с любовью, понял? Все, не трогай волосы, только целуй. Но дома у Луиса, кроме Луиса, нет ничего хорошего. Меня очень напрягает то, что здесь куча народу, а главное всегда бардак и грязь. Когда я просто приходила сюда ночевать, мне было пофигу. Но я даже не знаю, как здесь жить с ребенком. У меня просто охватывает какая-то депрессия. Я вижу все эти ошарпанные стены, эти кучу собак, кучу дерьма, кучу вещей, кучу неразубленной посуды, это кухня все ободранная, это туалет грязный. Ну, просто дурдом какой-то. У меня еще, блин, из этих гормонов просто сносит крышу. Кумарит и то, что я пытаюсь здесь убирать, но на следующий день опять тот же самый бардак, потому что эта семья привыкла так жить. Там такая прям, знаете, атмосфера в писке какой-то, бесконечная, вся семья сидит в телефонах, периодически мама или папа, кто-то меня не видел, просто закуривает прямо в комнате. Дело в том, что я практически не бываю дома, работаю каждый день. Конечно же, тяжело. Когда закончу работу, свободное время убираю дома, готовлю кушать, но это бывает нечасто. Луис видел, что мне здесь фигово, и чтобы как-то поднять мне настроение, предложил поехать покулять в Аликанте. Да, я уже реально жду, когда будет вот эта вот сделка. Что где-то такой. Живите у меня, в чем вообще проблема? Смотри, смотри, водные байки. Как клево. Смотри туда, смотри. Правда, очень круто. Я тоже так хочу. Я тоже. Как-нибудь прокатитесь. Луис, можешь, кстати, украсть водный байк, если есть желание. Мы гуляли целый день. Очень круто провели время. Решили немного перекусить и возвращаться обратно в Эчи. Как тут случилось то, к чему я была никак не готова. Выйдешь за меня замуж? Хочу быть всегда с ней рядом. Хочу жениться на ней и показать ей, что я мужчина ее мечты и дать ей все то, что я могу ей дать. На данный момент вот смог дать кольцо из фольги по США Вермы. Плохо ли это? Не уверен. Кому как. На вкус сетка, говорится. Нет. Почему? Ну, пока что нет. Мне нужно подумать. Почему? У тебя нету даже работы. Работа будет. Когда будет работа, поговорим о свадьбе. Конечно, мне не понравился такой ответ. На самом деле, я не знаю, почему сказала нет Луису. Я его вроде люблю, но боюсь выходить за него замуж. Мне нравится это. Я его вроде как люблю. Муж, не хочу, чтобы повторилась история, как у моей мамы с моим отцом. Когда она забеременела мной, ей было 19, отцу 20. Они учились в параллельных группах, встречались полгода и поженились только потому, что должна была родиться я. И разошлись, когда мне было 8 месяцев. Мама всегда говорила, что это брак по молодости и никогда не стоит с этим торопиться. Стали встречаться, потом я забеременела Алиной. Так сказать, не было целенаправленной акции. Вообще, отец – моя больная тема. Всю жизнь я хотела с ним общаться, но до 11 лет я о нем ничего не знала и не слышала. Как вдруг он нашел меня в соцсети и поздравил с днем рождения. Сказал, что отдумался и хочет общаться со мной. Как же я была рада. Он пригласил меня в гости в Москву. Мама была не против. Так мы и познакомились. Он ко мне очень хорошо относился. Он относился как будто он воспитывал меня всю жизнь. Я все лето прожила у папы дома. Подружилась с его новой женой Алисой и своим сводным братом. Я только не очень понимаю, когда это было. Это вот сейчас она рассказывает то, что сейчас происходит или это было когда-то? Вообще нет уточнений никаких. Данилом, которому сейчас шесть лет. Мы много гуляли, общались. Папа покупал мне много прикольных шмоток. Но однажды случилось то, что навсегда перечеркнуло мои отношения с ним. Мы с ним работали, мы катали людей на локкборде. Ну понятно, значит было когда-то, все ладно. Мы заработали 50 тысяч за один день и папа оставил деньги в катере. А когда мы начали собирать вещи, то деньги пропали. Он просто сказал, типа, ты брала деньги? Я пыталась объясниться, я ему сказала, ты ничего не брала. Он сказал, ты просто воровка и все. Я не брала эти деньги и не знаю, куда они делись. Но папа не хотел ничего слушать и сказал, чтобы я уезжала обратно в Испанию. Мне было очень больно. Мама купила мне билет на ближайший самолет и я улетела. Убитно то, что как бы потом просто опять взял и бросил меня. Ну не просто же взял, за 50 тысяч. Нихера себе, скорее всего, ты украла. Я бы то же самое сделал на месте отца. Сваровала 50 тысяч, езжай обратно к себе. Все. Луис пока никуда не устроился. Я немного... Я скажу честно, Луис никуда и не устроится. С вероятностью 95%. Мама частенько звонила бабушке и жаловалась на Луиса. Жить у Луиса дома мне по-прежнему не нравится. Я пытаюсь здесь убирать, чтобы хоть как-то жить, как я привыкла, в комфортных условиях, но у меня это слабо получается. Дома у Луиса я понимаю, что там живут много людей, но если каждый будет с собой убирать, там, взял чашку, поставил чашку на место, сходил в туалет, там, протер с собой унитаз, ну, как бы, если каждый будет с собой убирать, то такого срача не будет. В семье Луиса хозяйством в основном занимается его папа Луис Фернандо. Мама Луиса Стефа оставляет ему список того, что нужно приготовить, и тот готовит. У нас есть список блюд. Когда муж думает о том, что приготовить, он может посмотреть туда. Если мы уже кушали что-то вчера или позавчера, то из этого списка выбирается блюдо, которое готовилось раньше. Мне нравится эта собака, которая всегда в этом углу лежит. Кстати, Луис Фернандо, это готовит очень вкусно, и как настоящий испанец не представляет жизни без морепродуктов, томатов и оливок. Но от такого семейного уклада я просто в шоке. Я считаю, что в семье должен работать мужчина, а не женщина. Надеюсь, у меня с Луисом будет именно так. Я планирую, чтобы Луис, блин, нашел работу, заработал деньги. Он не глупый. Если он захочет, то он сможет. Мне больше всего понравилось, я планирую. Я вот не уверен, что Луис планирует то же самое делать. Пошла помириться с мамой. Пусть и не нравится Луис, но она все же не чужой для меня человек. И не общаться с ней не выход из ситуации. Так что я иногда заезжаю к себе домой проведать ее и сестер. А завтра они уезжают на море на несколько недель отдохнуть. И я планирую пожить с Луисом это время там. Но маме об этом знать не обязательно, потому что ее отношение к Луису никак не изменилось. Да, дорогая. Ты будешь? Да, уже иду. Хорошо, жду тебя. Иду-иду. Люблю тебя. Люблю тебя. Наконец-то, пока мама уехала, мы с Луисом сможем провести время только вдвоем. Я в шоке с тебя. Ну и пусть. Ты в день целую корову съедаешь? Это каприз. Да, ну и капризы. Меня постоянно тянет на мясо. На ужин, на обед, на завтрак им только мясо. Жарю стейки и на стейке еще бекон. Будешь? Нет, кушай, кушай. Приятного аппетита. Луис говорит, что если я ем столько мяса, то у меня в животе точно растет настоящий мужик. Он очень хочет сына. Вообще в испанском... 100% будет девочка. В таких семьях всегда первым ребенком ждут мальчика. Это считается хорошим знаком. А я вот мечтаю о девочке. Как раз сегодня мы идем на плановое УЗИ и узнаем, кто же у нас будет. Я хочу девочку, потому что... Ну, мне нравятся девочки. Да не надо объяснять. Будет девочка. Они такие... Ну, покупайте все розовое, там, покупайте и кук. Видишь, как ребеночек растет, да? Да, такой большой уже. Конечно. Посмотри на ручки. Уже танцует точно фламенко. Так мило. Локтем вертит, видишь? Ага. Только посмотри на это личико. Очень мило. Хотите узнать пол ребенка? Нет, просто пришли на всякий случай просто еще раз посмотреть, что там кто-то есть. Давайте посмотрим. Пуповина перекрывает гениталии. Самое главное, из-за нее мы не видим. Скорее всего, девочка. Но точно не скажу. Пусть это еще не точно, но я была очень рада услышать, что у нас будет девочка. А вот Луис после УЗИ совсем паник и продолжает верить, что будет мальчик. Придя домой, я решила ради любопытства... Это тоже попромиво, не переживайте. Все можно будет сделать потом. ...вы узнать, сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Эльче. Потому что, побыв пару дней дома, поняла, что хочу жить в хороших условиях и вдвоем с Луисом. Да ни хера себе. Однокомнатная квартира, там 700 евро. Это какой год? Это выпуск уже уже, по-моему, года 3-4. Раньше такие цены были. Какие х** квартиры? Зачем тебе квартиры, если мы не будем жениться? Мы не женаты. Как я могу выйти за тебя замуж, если у тебя нету ни работы, ни денег, ни фига? Поженимся? Я найду работу, найдем себе квартиру. Это следующий ультиматум. Ладно, я реально все найду, как и обещал, но когда поженимся? Не хочу я за тебя замуж, у тебя нету ни работы, ни фига. Сначала квартира, а потом свадьба. Будет квартира, когда поженимся. Это странно, когда она говорит, что хочет, чтобы у нас была квартира, но замуж она не хочет. Получается, что квартира это одно, а брак что-то другое? Я не могу понять, он прикалывается или нет? Зачем мне выходить замуж для галочки? Пусть сначала докажет, что может содержать семью, как мужчина. Но в этом разговоре он меня так выбесил, что я не смогла сдержать эмоции. Вали уже, меня. А ты меня, не волнуйся больше, я не вернусь. Вот и не возвращайся, не возвращайся. Не вернусь, не волнуйся. Бля, вот мне кажется, Луис такой чел, который, знаете, может просто и не вернуться в целом. Так все это спокойно, как-то размеренно. Он, я заметил, он даже не пытается ругаться. Окей, хорошо, ничего-то не нравится, ты меня больше не вывезешь пока, все. Ушел. И по пути играет дальше, в телефон. Все супер. Может это из-за гормонов, или не знаешь, что это еще может быть. Просто невозможно с ней разговаривать. Если ты говоришь с ней, не согласен с тем, что она говорит, или говоришь что-то, что ей не нравится, она взрывается. Видно, Луиса сильно задела, что я тогда в Аликанте на предложение пожениться сказала ему нет. Ну и пусть валит, все равно толку с него нет. Так это отец моего лучшего ребенка может пойти, блин, и найти свою работу нафиг. Нахрен, я бы сказал даже в конце, вместо нафиг. Может пойти поработать, а не сидеть каждый день на диване, блин, яйца чесать. Я так распсиховалась, что позвонила маме Луиса Стефе, чтобы она как-то повлияла на Луиса, и что пора ему браться за ум и реально искать работу. Но Стефа сказала, чтобы я не давила на ее сына, потому что с ним так не работает. Дело в том, что у него рассеянность внимания с детства. Но от лекарств он плохо себя чувствует, поэтому лечить мы его не можем. Пожалуйста, картина маслом. Луис все-таки одумался и ищет работу. Поехали. Стефа сказала, что Луис сам должен захотеть работать, и никакие крики и скандалы на него не повлияют. Я была в шоке от услышанного. Для Испании нормально лечить рассеянность, потому что если у ребенка есть какие-либо проблемы с вниманием, если он постоянно витает в облаках, тебе об этом скажет сам учитель. И тогда ты идешь с ребенком к психиатру, ему делают тест, и если оказывается, что у него рассеянность внимания, ему назначат лечение. Таких детей много. Я никогда не слышала про такое в России, а для Испании это норма. Несколько дней я переваривала то, что сказала Стефа. Но может она и права? Не стоит мне так давить на Луиса. Я позвонила ему и извинилась за свое поведение. Он меня простил. Но мы решили, что пока каждый поживет у себя, потому что в условиях квартиры Луиса мне противно. А ни он, ни моя мама не хотят жить вместе. Надеюсь, скоро он найдет работу. и мы снимем квартиру. Почти месяц я живу с мамой. Иногда ночую у Луиса. А он приходит навестить меня. Несмотря на то, что мама считает Луиса ленивым и не видит в нем перспективы, она все же разрешила ему появляться у нас. Все-таки Луис отец ее будущей внучки. Я это четко совершенно обозначила. Я лению Луису честно об этом сказала, что ты можешь Луис приходить, навещать в гости, но жить ты с нами не можешь. Что я тебе здесь принес? Подарок для тебя? Я думаю, что он расстроился примерно на ноль. Луису главное просто, что есть где поспать и все. Это реально такой, знаете, максимально размеренный, спокойный чел, которому вообще до пиздулятора все вот это вот. Типа, я потом все найду. Да, хорошо, супер. Выгоняйте меня. Окей, больше меня не увидите пока. Хорошо, да, все супер. Вот, кстати, ящерица. Как мило. Ну ладно, не ящерица, этот, белка. 5 тысяч. Ой, блядь, этот, еж. Какой еж, блядь. Ну, кроличья, кролик. Как дела, птенчик мой? Разносил резюме. Сколько резюме сегодня отнес? Несколько, в разные места. Несколько? Ну, где-то 20-30. А куда? На центру. 20-30 резюме? Ну так, по мне, несколько раскинул всего лишь 30 резюме. Понял. А почему в руках так много? Я вксерил еще. Луис ходит по городу, что-то почтальон разносит резюме. Это надежда на то, что Луис найдет работу. Найдет, найдет, как миленький найдет. Будут еще перезванивать и пытаться вырывать этого специалиста. Поверьте мне, мама. Практически нет. Я считаю, что мама слишком строга к Луису. Найти хорошую работу, ему сложно, потому что у него только среднее школьное образование. Но несмотря на это, он не сдается. Я верю, что у него все получится. Думаю, ты мог бы и больше разносить в день. Я не могу найти работу, потому что здесь, в Испании, в Эльче никогда нет работы. Почти никогда нет работы. И многие люди вот так и живут. Алена, это что такое? Это кролик, мам, это подарок. Смотри, какой он милый. Нет, Алена, подарок, может быть, это в холодильник что-нибудь он пронесет, положит. Колбасу, например, как подарок. Хочешь? Мама будет жить в моей комнате, и ему мы с Луисом будем покупать еду, наполнение. Так, а может, он имел в виду кроличье мясо? Ну, типа, как подарок. Ладно, Дима, тут как-нибудь порежь, так, чтобы я не выглядел как дебил, ладно? Да вы пока ничего не можете купить, понимаешь? Ну, ты чего? Я даже смотреть не хочу. Ну, давай, делай я кроликов. Вон у меня сидят два зайки на лужайке. Великолепные ребята. Ну, и что это? Еще, еще и помимо всего, еще у меня один зайка на лужайку, а то мне здесь своих зайок на лужайку мол. Мам, не будет кролика, не будет и меня здесь. Все. Подожди, пожалуйста, куда ты собралась? Домой к Луису. Что за нафиг? Не взял, что ли, подарок взять? Просто какие-то ебанутые качели, я уже не могу. Просто домой к Луису, домой к Луису, расстались домой, помирились домой, отец, просрались. И просто вот так вот весь выпуск что-то происходит. Я на нее обиделась. Я сделала выводы. Луис взял кролика у друга, который их разводил. Мы решили, что лучше отнести его туда-обратно, потому что у Луиса в квартире и так достаточно живности. У него дома я провела сутки, не могу там дольше находиться. Пришлось вернуться домой. Но я не хочу жить по правилам мамы. Решила позвонить моей бабушке Ире, которая живет в Москве, и пожаловаться ей. Алло. Привет. Как дела у тебя? Где вы живете? Ну, живу там и там. Как там? Что там? Там условий вообще нету для меня. Ну, не то, что для меня, там для ребенка условий нет. Просто я не понимаю, как люди могут жить в таких условиях. Это же просто это пипец, это трэш полный. Что-то как-то не может в этом жить. Ну, конечно, когда много людей тяжеловато, тем более, еще животные есть. Знаешь, я здесь подумала, вот сколько вообще в Лэйче стоит снять квартиру. За 300 евро можно найти нормальный вариант. Может быть, нам договориться с семьей Луиса и 150 евро мы, и 150 евро они. Спасибо, Иронька. Очень приятно. Мне очень нравится твоя идея. Вот поговорим. Для меня это очень важно, чтобы она могла жить отдельно и чтобы она была счастлива. Я бы сказал так, если бабушке это реально типа ну давай я 150 евро дам и для нее это как бы, ну, ничего страшного, то окей. Ну, вообще, конечно, вот так вот жить на обеспечении бабули, но опять же, че эту железу может быть реально комфортно, да и вообще по всем. Живут и живут. Как же круто, что моя бабушка Ира, которая живет в Москве, даст половину суммы на аренду квартиры. Осталось только поговорить с родителями Луиса, чтобы они помогли. Я тут же позвонила маме Луиса Стефи и обо всем ей рассказала. Но она сказала, что лишних денег у них в семье нет. Как-то тяжело представляется, Луису уже под двадцатку он бы мог работать официантом. Неужели нет работы официантом? Там же заведение все равно навалом. Можно как-то в Аликанте работать, там, наверное, город побольше. Но я, правда, не знаю, но просто мои предположения. И опять же, зачем я все это говорю? Это же просто Луис, он... Ему вообще по**ть. Денег у нас впритык. Вообще, если вы хотите квартиру или что-то еще, нужно идти работать и накопить денег на квартиру. Да, и что будем делать? Ох, не знаю. Надо подумать насчет спальни для них. Подготовить им комнату. Осталось только, чтобы они согласились. А то Алина носом крутит, ей все не так. У меня заканчивается второй триместр. Большая часть беременности позади. Уже нужно покупать вещи для ребенка. Не понимаю, где брать деньги на это. Но Луис сказал, что его родители кое-что придумали и позвал меня к себе домой. И покрасили это, смотрите как. Даже какой-то стилек, знаете, похоже на какую-то типа волны, море. Что-то в этом явно есть. И туда же и голубая вот эта вот лампа. Супер, мне кажется. Вообще, пока слов нет. Получилось классно. Я в шоке. Родители Луиса освободили нам комнату его младшей сестры Энои. А она теперь будет спать в гостиной. Родители очень постарались. Приложили много усилий и сделали ремонт в комнате. Большое спасибо твоим родителям. Комната теперь намного светлее. Да. Раньше цвет стен был темно-зеленый. А теперь хорошо. Посмотри, коляска они купили нам. Красивая? Красивая. И кроватка тоже хорошая. По правде говоря, мне нравится. Мне очень нравится, как получилось. Мы покрасили им комнату, нам подарили кроватку для малыша и матрас. Я купила детскую коляску. Мне очень приятно, что родители Луиса так постарались. И пусть у нас сейчас нет своей квартиры, но своя комната с ремонтом это уже что-то. Так что я решила переехать в клубе. Спокойно. Такие люди, знаете, что бы ни произошло, сколько бы там не было ссор, скандалов, звонков от этой вот мамы моментами неуравновешенно, они все равно остаются при этом какими-то максимально спокойными и размеренными. Типа, да, окей, хорошо, давай подготовим просто для них комнату. Да, черт возьми, давай просто покрасим это дерьмой, сделаем его красивым. Да, пусть Луис кайфует со своей Алинкой. Все, хорошо, все сделаем. Луису сказала об этом маме, а она ответила, делай что хочешь. Это ее жизнь, ее решение. Пути Господни неисповедимы и... Полностью согласен, Екатерина Романовна. Никому неизвестно, чем это все закончится. Я живу у Луиса, но от того, что у нас появилась своя крутая комната, легче не стало, потому что за пределами это... Мне нравится просто всегда вот это вот, посмотрите, они всегда сидят, у них типа есть специальные часы, типа фон тайм, и они садятся на 2 часа и такие, поехали. Комната. Бля, знаете, что я стал делать иногда? Это ужас. Я скачал игру, называется Sea Battle. Морской бой. Так называется. Вот такой вот. Кто-то, может, играл хоть раз? Это просто обалденная игра, я просто бесконечно играю в морской бой. Супер. Начинается какой-то пипец. Дома у Луиса, ну блин, там срач. Я каждый день, когда прихожу домой, я удраю там унитаз, я мою посуду, из которой я не ем. Я чищу пол, на котором я вообще, блин, по чему не прохожу. Я перекладываю все постеленное белье. А вдобавок к этому, еще и стиральная машинка сломалась. И там, знаете, ответы на сломанную машинку из-за разряда «Да как-нибудь починим потом». Да это не самое главное. Главное, что мы живы. Ничего, пока можно вручную. Алина! Поэтому все вещи я ношу стирать домой. А Луис при этом до сих пор не работает. Говорит, что с его средним образованием в городе сложно найти что-то стоящее. Но я уже устала молчать. Да, на официанта нужна вышка экономическая, думаю, в Испании. Я уверен, даже более чем. ...поводу того, что он сидит без работы. И мы стали ругаться так, как никогда ранее. Да пошел! Сама пошла. Не могу уже тебя выносить. Ты меня... Ты мне сдался. Эй, молодежь, вы собираетесь заткнуться? Она постоянно наседает на него. Ищи работу. Ты должен найти работу, ведь у нас будет ребенок. Нам нужна квартира. Из-за этого они постоянно ссорятся. Итак, ссора за ссорой, ссора за ссорой. Вы мне спать дадите? А? Эй! Я сказала, заткнулись все. Да хорошо. Вот так. Тихо мне. Нам нужен дом, квартира, потому что у нас будет ребенок. Окей, я все понимаю. Я совсем согласен. Я пойду на работу, найду занятие, чтобы у тебя был твой дом. Но не нужно повторять мне это каждый божий день. Бам-бам-бам. Каждые пять минут повторяют и повторяют и доводят меня до белого коленя. Просто чел полгода уже, блядь, если не больше, не можешь найти работу и потом сидит спокойно. Типа, я не понимаю, зачем вы мне вот это вот бам-бам-бам-бам, том-ям-том-ям каждые пять минут зачем это надо? Я понимаю прекрасно, что вы хотите. Я найду. Все в планах есть. Реально. Я без шуток говорю, у меня там пиздец сколько всего в голове. Все сбудется. Родители Луиса в наших ссорах поддерживают сына и считают, что я сильно наезжаю на него. Я всегда говорю Алине, что она должна подумать, прежде чем говорить. Она не должна решать, что должен делать Луис. Ну да, он должен это делать, потому что должен. Но она не должна. Ну да, он должен делать то, что должен, но она не должна. Все, понял. Управлять или манипулировать Луиса. Радует лишь то, что как во многих испанских семьях мы как быстро ссоримся, так... То есть получается, если Луис не делает того, что должен, как сказал отец, то ему говорить ничего нельзя, правильно понимаю? То есть просто он как бы должен, но не делает, но говорить ему при этом ничего не надо, не рекомендуем трогать Луиса и просто ждем. Год, там, два, там, три, четыре, пятнадцать, сорок, и дай бог выйдет. Все. С отцом вопрос закрыт, понял. Быстро миримся, но снова ненадолго. Посмотри, одежда для девочек. Тоже мне. Что за... Что такое? Тебе на все наплевать. Не на все, но на девчачьи одежду, да. А вдруг будет мальчик? У нас дочь, не сын, дочка. Глянь, мне нравится этот бодик со свисающими ленточками и воротничком. Мне нет. Останься своей одеждой, кому оно надо? Так как ты не работаешь, у тебя денег нет, то я не куплю. Как же ты уже... Только не вот это вот проедание мозга. Я и так знаю, что мне делать. В итоге я злюсь. Детка, иди к черту, оставь меня в покое. Детка, иди к черту, оставь меня в покое. Домой мы шли по отдельности и легли спать молча. На следующий день я решила серьезно поговорить с Луисом. Все, что я слышу, это фантомас, тун-ти-рин-тун-фантомас, тун-ти-рин-тун-фантомас. Блин, хорошо, что адекватно разговаривать, ребята. Блин, вот это реально супер, молодцы. Особенно вот нашего Талинка, Не зря татуировку набил Я долго терпела и ждала, что что-то изменится Что Луис найдет работу Но сейчас моему терпению пришел конец Слушайте, ну надо дам должное Это самый спокойный участник всех передач, наверное Которые мы смотрели Ну ладно, он точно входит в топы Что бы она ни говорила, чем бы она его ни била Лицо неизменное Я знаю, что мне нужно делать Хватит пилить мозги, все понятно Походу он правда ничего не хочет делать для нашей семьи Поэтому я собрала вещи И свалила домой к маме Я беременна Он вообще нифига не делает По жизни вообще никем не хочет быть Он не хочет ни работать, ни учиться, ни мне помогать Я задолбалась, я не могу его больше терпеть Все-таки дома мне будет лучше Там хоть мама будет на моей стороне Не то, что родители Луиса Она очень капризная Все должно быть так, как она захочет Так, как она захочет и только так Алина всегда говорит, что Луис должен идти работать Луис должен делать это Луис должен делать то А я ей говорю постоянно Луис, Луис, Луис А ты? А что ты? Я не знаю, бред я скажу или нет Я думаю здесь еще вопрос в менталитетах То есть у нас вот как-то так принято Нас так воспитывали У нас в голове Есть сразу какая-то картина Типа так, мне надо вот реально В этой ситуации пойти туда-то, туда-то, туда-то Ну хотя В других выпусках Беременных Штатов Этот работает так же, как с Луисом Но я в целом А у них, возможно, нет такого И поэтому ее вот эти вот Капризы, выяснения Формируют только вывод о том Что она какая-то там больная Ну, в глазах родителей Поэтому как будто бы это все настолько бессмысленно Но с другой стороны При том, что я понимаю родителей Я понимаю, что они вот так живут всю жизнь Типа, как их можно Ты не переделаешь их за щелчок Но они тоже из крайности в крайность уже ныряют Типа, я думаю, если бы Луис там Зарабатывал бы 200 евро или 100 евро Уже вопросов было бы намного меньше Потому что он бы мог, не знаю, там Покушать купить Или там скинуться на квартиру Все, вопросов нет никаких Никто не просит Луиса там 2000 евро зарабатывать Только один вопрос Будет ли семья Луиса давать деньги на ребенка Я уже на 32-й неделе беременности А наши с Луисом родители до сих пор не знакомы Ограничивают сообщением по телефону Вот и на этот раз мама позвонила Стефе Но в их разговоре они снова ни к чему не пришли У меня не получается конструктивного диалога с ними Потому как в ответ на свои вопросы Я слышу очень много воды и перевод темы Я не знаю за счет чего они живут Потому что у них есть все Они живут так, как хотят Палец о палец не ударь А я, работая с последних сил Могу себе позволить намного меньше, чем они Мне непонятно Я имею в виду, что если у них есть деньги, чтобы обеспечить Пусть делают это вместо того, чтобы говорить, что я должна Ладно, короче, это нет смысла комментировать Просто надо смотреть И наблюдать за тем, что происходит Все Просто типа две вселенные столкнулись Не понимают друг друга настолько, насколько это возможно Поэтому, ну, что я тут сделаю? Но я и так ничего бы не сделал Бля, зачем я все это объясняю? С Луисом мы не общаемся уже больше двух недель Я до сих пор живу у мамы Чтобы так надолго, мы еще никогда не ссорились Мне его очень не хватает Но, несмотря на это, первая мириться не готова Еще и мама в душу лезет по поводу Луиса Понимаешь, Алина, я так все выдумываю Вас что между собой связывает? Вас связывает ребенок А что еще между вами есть? Чувства какие-то Он уже не смотреть на это сердце не может Он просто ничего не понимает Пока он молодой и тупой Все, мам, я не хочу больше над темой разговаривать Достало меня все Это мое личное дело Я понимаю, что ей нужен другой мужчина Который может быть опорой и плечом по жизни Но донести это до Алины не получается Пока я лежала и думала, как я буду растить ребенка Одна, мне позвонил Луис и сказал, что нам нужно встретиться И у него для меня важные новости Мы договорились встретиться Неужто ли выскочил куда-то на работенку на новую? Встретится завтра На следующий день, как только я увидела Луиса То поняла, как сильно соскучилась по нему Я на него посмотрела, как будто простила ему все Но все-таки люблю я его Луис сказал, что нашел подработку продавцом косметики Будет получать 170 евро в месяц Во! Другое дело уже! Красава! Для Испании это небольшая сумма Но я посчитала, что этих денег должно хватить нам на еду И на одежду и памперсы для ребенка А еще Луис хочет пойти учиться на гостиничное дело Потом можно будет устроиться на работу администратором в отель Да, а потом уже можно и отель открыть свой Так что сейчас он готовится к экзаменам Так круто, что Луис начал действовать Я уверена, что с появлением ребенка Ему захочется делать еще больше Кстати, завтра у нас плановое УЗИ Мы посмотрим, как там наша девочка Посмотри, какие мы уже большие Мой ребеночек Взгляни, все же видно Губки, носик, глазки Вот мы ручкой машем А мы же до сих пор точно не знаем Мальчик или девочка Так давай же узнаем Похоже у нас Сказать? Хочешь знать? Да, пожалуйста Это мальчик Алина, у тебя будет сын Получи, я знал Как я и говорил 100% мальчик Боже, это настолько читаемо Все же видно Глазал я Я расстроилась, когда мне сказали, что у меня мальчик Потому что я очень-очень хотела девочку Вечно мне не везет Но ничего Главная врач сказала, что с малышом все хорошо Теперь осталось придумать ему имя Как там Луис Фернандо? Его не зовут Луис Фернандо Нет, его зовут Луис Фернандо Мне надо подумать Почему? Это испанское имя Красивое испанское имя Нет Я не хочу его назвать Да попробуйте, типа, Глеб Фернандо Или Макс Фернандо Много прикольных имен есть Фернандо, потому что мне не нравятся эти два имя Ну, мне они просто не нравятся Или двойное имя, как в пацанках же была девочка Типа там, Глеб Луис Фернандо И вашим, и нашим Как говорится, ну А как ты его решила назвать Димитрий? Вот как? Нет Нормальных имен у вас нет? Что еще раз? А как ты его решила назвать Димитрий? Вот как? Нет Нормальных имен у вас нет? Димитрий У вас нет? Петр Нет, мой Луис Фернандо Решение Нет, Петр Фернандо Все, мы договорились Я за мной Это наша семейная традиция Она длится почти с 1920 года А, реально, там, прикиньте, Луис везде Всегда первенцы в семье называли Луис Фернандо или Луис Фернандо Имя моей матери Луис и Фернандо Я Луис Фернандо Мой отец Луис Фернандо Мы считаем, что это очень красиво, если сына зовут так же, как и нас Мне нравится имя Лео, но Луису и это имя не подошло Он настаивает на своих семейных традициях Я не хочу сейчас спорить, поэтому решила перевести тему Пойдешь со мной на роды? Чтобы потом к ней снова вернуться Вот это вот Самая настоящая логическая цепочка Да? Так, давай разберемся Ты понимаешь, что такое роды? Это тебе не зайти в роддом, пернуть И вылетит ребенок Нет Меня будет тошнить Иногда кое-что еще Ты не понимаешь, на что идешь Мне все равно, я буду рядом Хочу взять сына в народе Уверен? Да А, Линка, блин, ну он тебя набил нахрен на сердце Настоящая татуировка Ну, что ты тоже вопросы глупые задаешь Конечно, он готов Я стала любопытно увидеть, как это происходит Увидеть его сразу же после того, как он появится Люблю тебя С Луисом мы-то помирились Но по-прежнему я живу на два дома То ночую у него, то у себя И чем ближе к родам Тем больше я переживаю Где мы будем жить после рождения сына Я хочу, чтобы мы жили вместе Потому что считаю, что поровну Должны смотреть за ребенком Здесь намного лучше Потому что его квартир это полный трэш Мне не нравится, блин, мыться в шлепках Потому что я не знаю Типа, кто помылся в этой ванной До меня Что за кадры такие близкие на маму? Какое-то, как-то криповое это все Какая фигня ко мне прилепится То собаки эти грязные Дом этот грязный Не надо собак грязными называть, ладно? Там нормальные чистые собаки Что это, у меня уведомление пришло? Посмотрим Ни черта не вижу в этих гаджетах Не такие важные сообщения, как я думал 400 тысяч прислали Никто не протирает На кухне полный бардак В таких условиях, как бы мне неприятно там жить Знаешь, вот так вот говорят Еще поближе, прям на нос кадр, чтобы было Вот будет прям супер Видели глазоньки, что покупали Теперь кушайте хоть по власти А маленький ребенок будет Как там с тебя, с собаками? Нет, ну вопрос жилья Вот она, твоя комната, пожалуйста Она как была Вопрос жилья Заслуга моя Да, ну и есть Хочетесь от нас ребенку жить Ребенок должен жить с папой и с мамой А не только с мамой Понимаешь? К сожалению Я вот не знаю таких людей Которых все не получается Так, как они хотят Но лучше я буду жить с Луисом там Чем без него здесь Надеюсь, мама еще изменит свое решение А пока мы с Луисом подготовили Нашу комнату у него дома К появлению ребенка Я уже задолбалась быть беременной Живот просто огромный Мне с ним очень тяжело Я так хочу поскорее родить Что специально Как-то нагружаю себя Хожу по... О, правильно Нагружаю себя Это полезно По 10 раз в день по лестнице На толку нет Я говорила Я его просила Говорю Ну выходи уже Ну пожалуйста Ну дай маме отдохнуть А он не хочет Он сидит там и сидит Странно Вообще обычно Такие разговоры помогают Но по крайней мере Я много раз видел В предыдущих каких-то выпусках Правда из России Чуть-чуть поговоришь И буквально на следующий день Уже выходит Говорит не трогайте меня Мне здесь хорошо На испанском? Он говорил интересно Или как Или на русском Мама по-прежнему против Чтобы мы жили здесь Но разрешает Луису Приходить к нам в гости Сейчас Когда он подрабатывает Мы стали видеться реже И я безумно По нему скучаю Привет, любимый Слушай, толстый Ребенок только что шевельнулся Ты почувствовал? Да Толстый, посмотри, как красиво Я тоже так хочу Ты мне сделаешь такое же? Да И 99 И 99 Сейчас Сейчас Мы развлекались с Луисом как могли А потом мама позвала нас Пить чай на кухню Я думала Мы спокойно посидим Но мама начала снова пилить Что у Луиса нет нормальной работы Несмотря на то, что он подрабатывает Он работает Он продает косметику Здесь тоже не все миллионеры 170 евро Это какие-то деньги Но этого недостаточно Это просто недостаточно Это называется Алина Лень и оправдание И вот тебе мое мнение И просто вот Алин Уже открой глаза Проснись Кстати, очень уважительно Говорить на русском языке Учитывая то, что там сидит Луис Который его не знает При этом еще орать Вот это, блядь, вообще Просто всех похвал Просто уже достал Забыл слово Выше всех похвал Один и тот же разговор Каждый день А он и будет один и тот же разговор Потому что ничего не меняется Да, орите сколько угодно Тратьте свои нервы Луису погибать Он только что смотрел какие-то сториз И продолжает их смотреть С хорошим настроением Знаешь, я прям вот Он вообще не дергается даже Слава, ни тебе, не волнуйся Вот даже нож у себя уже Отберу, честное слово Смотреть не могу Все, ты достал меня уже Я не хочу больше сговорить на тему Буду он работать Дай угадаю Вы сейчас пойдете к Луисе домой Я думаю, что, к сожалению, Алина Потратит еще много своих душевных сил И своей жизненной энергии На то, чтобы прийти к пониманию того, что Ей нужен другой мужчина Мама Алина считает, что я ей не пара Я надеюсь, что у нас все будет хорошо Мы будем вместе в нашем доме с нашим сыном Когда конец уже, ребятки? Я уже не могу После этой ссоры мы с Луисом Просто типа, всю передачу плюс-минус одно и то же идет Вот реально Вот конкретно здесь Луис сейчас что-то там найдет Он уверен, что все будет хорошо Он максимально спокоен Мама вечно недовольна Алина хочет жить то у мамы, то у Луиса И вот в целом как-то мы вот с этой информацией и живем Вот так вот Пошли к нему домой А вечером вышли прогуляться перед сном Как тут я почувствовала, что у меня сильно сжимает живот Расплатки сильно Я поняла, что у меня начинаются роды И нужно ехать в роддом Блин, что делать? Денег на такси нет Мы, как назло, не взяли с собой ни копейки А скорая не приедет Как рассказывали мне Луис и мама Скорая помощь в Испании приезжает только в экстренных ситуациях Ребенку с температурой 40 нельзя вызвать скорую Нельзя вызвать скорую, скажем так, если ты рожаешь Это вообще не считается никаким абсолютно поводом ни к чему Срочная скорая медицинская помощь оказывается людям Которые буквально, да, умирают вот прямо сейчас Это, конечно, полный пипец Мы пытаемся дозвониться родителям, но они не отвечают И я чувствую, что боль в животе становится сильнее Мы решили идти в роддом пешком Хорошо, что хоть он находится не очень далеко 15 километров Где-то полтора километра от дома Луиса Когда мы пришли, как раз перезвонила мама И я попросила привезти вещи, которые мне тут могут понадобиться И попросила сказать бабушке Ире, что я рожаю Луис свое обещание быть со мной в народах сдержал Хорошо, что он остался, потому что я даже не представляла Какой трэш меня ждал дальше Мои схватки длятся уже больше суток То усиливаются, то сходят на нет Мне просто капец, как плохо Но родить никак не могу Врачи сделали стимуляцию родов Но и после этого легче не стало Как все болит Родить сына я все никак не могу И мне просто ужасно больно Хорошо, что Луис все это время рядом Врачи сказали, что ребенок застрял в родовом канале И его нужно доставать вакуумом Я очень испугалась Но врачи мне объяснили, что это специальная присоска Которая прикладывается на голову ребенка И вместе с моими схватками Акушер будет чуть-чуть тянуть сына Чтобы помочь ему быстрее родиться Любимая, давай Не могу Еще чуть-чуть Давай-давай, слушай Луиса, все нормально Так, голова уже видна Давай-давай-давай-давай Давай сильнее Я думала, что этот кошмар никогда не закончится И что я просто здесь и умру Но когда сын родился Боль и усталость сразу прошли Я сказала Луису, что после всего пережитого Имею право назвать сына так, как хочу я Теперь в нашей семье появился Лео Луис Я посмотрела на него Он будет А, ну это же получается типа двойное имя, да или нет? Лео Луис Фернандо Такой маленький-маленький-маленький Не уверен, конечно, что отец будет рад, что он Лео Луис, но хотя бы там Луис есть Я почувствую то, что ты мой сын и девонька у меня там Он весь твой, важно, чтобы носик дышал Не закрывай его, красавица Понятно? Да, какой же он хорошенький А еще после того, что я пережила, поняла, что в Луисе я не ошиблась Он моя поддержка И он так радуется появлению сына Ну, будущее, я думаю, будет такое, которое тебе очень сильно понравится Он будет как отец сидеть дома А ты будешь где-то работать Как вариант Понятно, что вариантов других еще миллион Но вот один из точно есть Когда увидел его, подумал, как этот кроха появился и сделал моей девушке Ну, либо они оба не будут работать, бог его знает Я на него смотрел, мне все казалось каким-то нереальным Я сразу написала маме и бабушке, что родила сына, и он весит 3 700 И выслала им фотки У меня было такое ощущение, что я сама родила сейчас вот только что Красивый ребенок Он очень похож на Луиса, очень А Ирина Ильинична просто по делу Красивый ребенок, просто вот все После родов Луис поехал отсыпаться А мне врачи сказали, что нужно еще несколько дней побыть в роддоме Со мной и с ребенком все хорошо Я ни на секунду не хочу отпускать сына И все эти дни я чувствую просто нереальное счастье Правда, немного расстроилась, когда врач запретил кормить грудью Мне врач сделал анализ мочи и анализ крови И мне врач сказал, что так как я курила сигареты при беременности То у меня в организме много... Во, при беременности сигареты всегда рекомендуют врачи Для чего? Правильно, ребята, для всего Много табака Так что малыша я кормлю смесью Но несмотря на это, все равно чувствую себя настоящей мамой Уже научилась ухаживать за пуповиной Менять памперсы и пеленать сына Мой маленький мальчик Да, все, 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 все Я знаю, что ты хочешь домой Он тоже хочет домой Сегодня меня с сыном выписывают Мама по-прежнему против, чтобы Луис жил у нас дома Поэтому я решила, что поеду к нему домой Я считаю, что о ребенке должны заботиться оба родителя Но я надеюсь, что это ненадолго Сейчас у Луиса только подработка Но он обещает как можно быстрее найти основную работу И так... Бля, я не могу Когда мы сможем снять свое жилье Уже прошло две недели, как я родила Я думала, что сам... Блин, вот эти дома мне так сильно нравятся Вот которые на стоп-кадре, видите, белый вот этот дом по центру Просто фантастика Моя страшная позади Но оказалось, что нет Представляете? У меня просто ужасно торчит живот Как будто я еще беременная Врачи говорят, что после родов это нормально Надеюсь, что скоро я приду в форму Все обязанности по уходу... Да, у нее сейчас, знаете, как будто бы полгода срок Как будто я еще беременная Врачи говорят... Бля, такое ощущение, что как будто бы я раньше этого не видел Либо я просто внимания не обращал Либо нам этого не показывали Ну да, что-то живот прям... Как будто, короче, реально на сроки еще После родов это нормально Надеюсь, что скоро я приду в форму Все обязанности по уходу за ребенком я делю поровну с Луисом Даже ночью встаем по очереди, если сын просыпается и плачет Но в основном он очень спокойный и дает нам с Луисом поспать Кричит только тогда, когда голодный Круто, что Луис учится быть хорошим папой Даже и не знаю, как бы я справлялась без него На, держи Выприснись у него сорта На шею же держи, черт! Держу Я выкрублю меня ему под гузники Иногда укладываю его спать Алина, например, его одевает И я собираю ревосадку, божу коляску Мы разделяем задачи Единственное, что меня напрягает Это то, что родители Луиса до сих пор не могут смириться Что я назвала сына не так, как принято у них Луис Фернандо А выбрала имя Лео Интересно, а чего она ждала? Что папа такой Так вот, была всю жизнь какая-то традиция Потом она резко прерывается И он такой Ну ладно, окей Я считаю, что я мать И имею право выбрать то имя, которое нравится мне Дома мы называем его Луис Младший Потому что имя Лео мне не нравится Здесь в Испании слово Лео Это глагол, который означает читаю Лео Луис, прочтите меня, что тут написано? Над ним могут посмеиваться дети Но несмотря на то, что я прервала традицию с... Прикольно, что Лео это читаю Ай, Лео Я читаю Си, си Ола Да Именем родители Луиса обожают внука Когда Стефа дома, то все время проводит с ним И поет испанские колыбельные Эй, только не писай Только не писай, эй Мне всегда очень сильно привлекали чистые ноги Хочу еще раз Только не писай, эй Он очень похож на Луиса Он очень миленький Он будет самым избалованным ребенком в мире Если я буду проводить с ним больше времени Когда я держу его в руках, то любуюсь, какой он красивый Жаль только, что моя мама до сих пор так и не познакомилась с родителями Луиса Говорит, что не видит в этом смысла Потому что дружить с ними не планирует А насчет того, как делить затраты на ребенка, договориться с ними невозможно Родители Луиса тоже не горят желанием общаться с ней Говорят, что маму интересуют только деньги И они не понимают такого подхода Очень сложно с семьей Луиса Потому что совершенно с ними абсолютно невозможно разговаривать Они ничего как бы не понимают Да они не понимают, они просто другие Как это можно не понять? Какой кошмар? Они не обсуждают, не дают мне ответов ни на какие вопросы Но это просто совершенно с ними бесполезно Мне она кажется немного авторитарной Да я и сам все понимал, нахрена вы включили этот? Ладно, уже посмотрим с этим, с переводчиком Должно быть так, как говорит она А если кто-то не согласен, пусть себе уходит Мне это не особо подходит Когда у родителей Луиса есть время побыть с внуком Я могу немного выдохнуть У Луиса дома я увидела тату-машинку Я знаю, что Луис сделал татуировку маме и друзьям Кстати, почти у всех испанских мужчин... Хорошо, что просто та же курица лежит, которая была в начале Я знаю, что Луис сделал татуировку маме и друзьям Кстати... Просто все то же самое Почти у всех испанских мужчин есть хотя бы одна татуха Здесь это очень популярная фишка Татуха Хотя бы одна Ребят, ну и откуда я? Все верно, изухты Я попросила Луиса написать мне на руке дату рождения Ой, как ровненько это получилось, прикольно Потому что это самый счастливый день в моей жизни Напрягает только то, что дома у Луиса ничего с появлением ребенка не поменялось Как обычно, процветает бардак и грязь Я стараюсь как-то убирать, но у меня не всегда получается Потому что я нянчусь с Лео Потому что я беременна Ладно, все, у меня уже крыша едет, ребята Еще эти собаки За ними по-прежнему никто не следит Я вообще переживаю, чтобы они ничем не заразили ребенка Ванная комната в вечном налете и грибке Это так мерзко, что я ставлю детскую ванночку у себя в комнате и купаю Лео там Уже хочу поскорее свалить отсюда Но Луис пока не может найти работу А моя мама его по-прежнему не принимает Моя мама и сестры Лео еще не видели Я думала приехать к ним Но мама сказала, что хочет сама заехать в гости Посмотреть, в каких условиях живет ее внук О, получается, это будет первая офлайн-встреча родителей Ура! У мамы не ладится отношение с Луисом и его семьей Я специально выбрала день, когда Луис с родителями ушли за покупками Чтобы они не пересекались И позвала маму сюда Дфига, какие у нее глаза прикольные Красиво Сейчас мы тебя уложим Какого малыша? Галыша, да? Так, все Он очень славненький ребенок Вот спокойный такой славненький ребенок Очень сладкий Лео как раз нужно покормить Мама пошла со мной на кухню, чтобы помочь мне приготовить смесь И просто офигела от увиденного Да боже, чего вы тоже преувеличиваете? Чуть налета, но у всех бывает остается на плите Старайтесь ничего делать, что не должно Ладно? Сильно уж, очень грязно Дама, а у твоя квартира по сравнению с этим 5 звезд? Винус Мне так это просто вообще недопустимо даже Но я понимаю, что там обои, может быть старые Или нет денег двери поменять Но то, что есть, не новое Это же хотя бы просто можно чистить Ты плиту вообще хоть раз в жизни когда-нибудь видел такое? Нет Ты принесла своего ребенка сюда Смотри, где ты делаешь ему еду Пойдем сейчас домой, хочешь? Нет Я не могу так с улицем поступить Он тоже хочет с ребенком, я могу разорвать ребенка и жить у меня дома одна Мама по-прежнему не сдается и против, чтобы Луис жил с нами у нас дома А без него я никуда не уеду Я пообещала маме, что поубираю в квартире Я сделала уборку Хоть я и понимаю, что это ненадолго Потому что эта семья привыкла жить по-своему А потом с Луисом и Лео мы пошли на встречу с Фернандо Это дедушка Луиса по отцовской линии Так, давайте, сейчас должно произойти то, про что я говорил в начале выпуска Поскольку ребенок еще слишком маленький, чтобы везти его в Аликанте Фернандо приехал к нам в Эльче Увидеть правнука и погулять с нами Какой же ты красавец Ой, кто-то скоро вырастет, что на руки не возьмешь? Осторожно, Фернандо, нужно голову придерживать Фу ты, ну ты, думаешь, я не знаю? Или нет? Вот она запереживала Вдруг что случится? Ребенок ведь еще не держит голову Фернандо, ёперны нахренли, поделись уже квартирой с ребятами Ну, сколько ждать-то нужно? В этот момент я увидел, что она, как настоящая мама Заботится о своем ребенке с самого рождения И это очень важно для меня Знать, что они будут любить и заботиться об этом ребенке Кто самый красивый пупс? Кто такой красивый? Мой Лео Лео Сладкий мой малыш Сладкий мой малыш То есть он, получается, сейчас стоял и такой Читать Читать Сладкий мой малыш Очень Очень Да уж, ну и шутки, блин, я расшутил Ребята, держитесь Счастлив Да это не ощущение у вас, все впритык Тебе купить Потому что все уходит на ребенка Луис успокаивает меня, что все будет хорошо Надеюсь, он сможет побыстрее найти нормальную работу Я знаю, что какая-то работа в любом случае подвернется Нужно оставаться всегда оптимистом Нельзя падать дух Три месяца после родов, да? Дух А, через месяц, извиняюсь Луис до сих пор не устроился на работу Все, я сворачиваюсь нахуй Я больше не могу Говорит, что в городе очень мало вакансий А вдобавок к этому у него закончилась подработка И поступать на гостиничное дело он передумал Потому что типа с маленьким ребенком тяжело дома учиться И что ему вообще неинтересна эта сфера Да, как же это все неожиданно Максимально неожиданно я бы добавил У меня, например, есть друзья, которые нигде не учились, но работают Они находят какую-то работу и работают Мне сейчас нужно все силы бросить на поиски работы Наши отношения стали хуже Потому что мы снова ссоримся, как во время моей беременности Мы с Луисом ругаемся И ссоры как бы становятся с каждым днем все хуже и хуже Но если раньше мы скандалили только из-за... Вы обратили внимание на то, что каждый раз, когда показывают кадр Просто вот, знаете, вот этого вот города Эльчи Всегда, всегда абсолютно идет одна и та же спортсменка Все хуже и хуже Но если раньше мы скандалили... Я такое ощущение, что я в дурдоме в каком-то, блядь Вот это вот куски курицы, которые нам показывают Вот эта спортсменка И этот, блядь, хотел сказать Эльчи Луис, который бесконечно верит в то, что он найдет работу Да не парьтесь, блядь, чё вы тоже ебать мозги Я все найду, все нормально У меня он... Друзья вообще, блин, нигде не учились и работают Все хорошо Только из-за работы То сейчас добавилось то, что ребенок весь на мне Луис почти перестал помогать И вообще делает все, что ему вздумается Чел закурил в маленькой комнате и после этого показал фак Точно все будет лучше, ребят, сто процентов Не понимаю, что на него нашло Ни в коем случае не надо уезжать к маме в нормальные условия Дальше терпим Я даю гарантию, он изменится И что он собирается делать дальше? Я решила поговорить с Луисом Но ничего хорошего из этого не получилось Я даже и представить не могла, чем это закончится Мы с ним очень сильно поссорились И я его ударила, а потом он ударил меня У меня просто была истерика, потому что я не знала, что мне делать Она меня все била и била Я толкнул ее, она упала и ударилась об стол Остался ушиб, остался синяк Никогда не думала, что дойдет до драки У меня синяки на обеих руках Все нормально, все хорошо, все супер Все будет, все найдут Все супер, все хорошо, да Это просто жесть Мама Луиса Стефа обо всем узнала Но в этой ситуации она больше поддержала Луиса, а не меня Если бы она постаралась относиться к нему теплее Он бы тоже к ней так относился А так он говорит, какая может быть теплота в отношениях, если она меня бьет Если она хорошо относится ко мне, я хорошо отношусь к ней Плохо относишься к Луису, получаешь заслуженный, как я считаю, толчок и синяки на руках Такая философия Понял? Конечно согласен, полностью согласен Я считаю, что так и должны жить все нормальные современные семьи Мне кажется, понятно, что я не пытаюсь вам это мнение привить Наши отношения с Луисом терпят просто какой-то крах Еще его родители говорят, что я сама в этом виновата Не хочу здесь больше находиться Я собрала вещи и уехала домой к маме Я решила, что мне нужно вернуться к учебе и закончить парикмахерскую школу Мама обрадовалась и сказала, что будет помогать мне сидеть с ребенком, пока я буду на занятиях Я уже подала документы и жду начала учебного года Что-то ладно, сначала было ржачно, потому что я вот только сейчас разглядел Там синяки прям такие, что и по бокам, и сзади, и по-моему на другой руке, если я не ошибаюсь По-моему, это какой-то просто пиздец вообще максимальный, нет? Ну, я правда сейчас хочу учиться, потому что для меня это очень важно И сейчас я осознала то, что учебу это очень важно в жизни Мне очень тяжело одной с ребенком Выматывает то, что нужно постоянно быть с ним А плюс Лео почему-то стал просыпаться по ночам и не дает мне поспать Мама старается помогать по возможности Но у нее же еще есть мои младшие сестры, Лиля и Кира Которым тоже нужно уделять время Она делает все, что может Кира, что будешь? Йогурт будешь? Или винегретик будешь? Или что? Ну, говори, я не знаю, что ты будешь Ай, ты тоже кушать хочешь, но сейчас твоя бутылка уже будет С маленьким ребенком забот, хлопот хватает Финансово тоже, в общем, все очень ложится на мои плечи Просто все очень печально Стараюсь помогать Мне это приятно, мне хочется А я стараюсь помогать маме Например, выхожу в магазин за продуктами Мне и самой за счастье хоть немного куда-то пройтись Просто уже не могу сидеть целыми днями дома с Лео С Луисом я помирилась Все-таки он отец моего ребенка Он хотел, чтобы я вернулась обратно к нему жить Но я сказала нет Мы живем раздельно, потому что у него дома нет условий для ребенка А у меня дома он не может и за моей мамой Потому что у них никогда не будет нормальных отношений Мама переживает, на какие деньги мы будем дальше содержать Лео Поэтому, когда через своих знакомых она узнала, что в Эльче открывается новый ресторан И туда нужны официанты Сразу сказала мне позвонить Луису Слушай меня Да, слушаю Ты должен занести резюме в ресторан фастфуд Отнесешь туда, хорошо? Да, конечно, люблю тебя Через пару часов Луис сказал, что хочет прийти навестить меня с ребенком Мама не была против Неужели его взяли в ресторан? Я очень надеялась, что он обрадует меня хорошими новостями Но мои надежды не оправдались Луис сказал, что на работу его не взяли, потому что у него почти нет опыта Не знаю Наверное, это стало последней каплей, потому что меня просто прорвало Я торчу дома, как 70-летняя старуха, которая никуда не выходит Я не сплю по ночам, ***, только меняю в пеленке А по ночам я за ребенком не сплю, а ты по ночам спишь И что мне теперь делать? Убийца? Это твоя вина, потому что ты должен был спать работу, когда еще была беременна Они когда уже есть ребенок, ты должен быть ответственным Да, ***, там оригинальный голос, нормальный, хватит уже накладывать это Ты, что такое произошло, ё-моё Не будем спорить Переусердствовал человек, который все это озвучивал Прям вот сильно переусердствовал Мы оценили, естественно, но не надо так долго, это кошмар какой-то Надеюсь, что она поменяется к лучшему И что перестанет столько спорить и быть такой, как ё-моё А я надеюсь, ты не поменяешься, братик, ты идеальный Она просто подстроится, надеюсь, опять же, да, согласен Бум-бум-бум, такой типа, я хочу это, 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 это Потому что если она не готова меняться ради меня, ну тогда я вряд ли буду с ней Я смотрю на Луис Меняться ради меня, это куда, б***ь? Что он имел в виду под этой фразой? Меняться ради меня Есть какие-то догадки? Напишите в комментариях, ребят И вижу, что ему просто наплевать и на меня, и на мои слезы И на то, как нам дальше жить с ребенком Когда эмоции отпустили, я поняла, что ему просто удобно так Удобно обвинять меня, что я пилю Но брать ответственность за себя и за нашего сына он просто не готов Я для моего сына готова сделать все И я знаю, что я смогу это сделать, но без Луиса Потому что с ним я хочу расстаться Я решила поставить наши отношения с Луисом на паузу Пусть он общается с сыном, я не запрещаю Пусть помогает, если захочет Но пока он не изменится, я не готова связывать с ним свою жизнь Что я думаю? Не знаю Что им стоило бы сменить свои ценности Потому что я живу с ценностями, которые мне привели с детства Я показываю человеку, что он мне важен, что я к нему тепло отношусь Что я рядом для того, что нужно А она потом показывает, что выбирает материальное, а не меня Ценности, которые нам заложили в детстве Теперь я понимаю, что означает разный менталитет Всю свою беременность я пыталась донести до Луиса, что моя ценность – это семья Он и наш сын Но чтобы выжить, нам нужны деньги, на которые мы будем содержать ребенка Луис воспринимает жизнь по-испански В состоянии сиесты, без суеты и напряга Не знаю, что будет дальше с нами Будем ли мы когда-то вместе Я знаю только лишь одно Моя любовь к сыну поможет мне двигаться дальше И строить новую взрослую жизнь Я пожелаю всем девочкам, чтобы они думали своей головой И чтобы они рассчитывали только на саму себя Если они видят то, что парень, с которого они встречаются Неправильный, просто как бы сделаешь ее сама для своего ребенка И никогда не оставляя его Понял, спасибо Блин, ну что хочешь сказать? Точно было круто, особенно было круто в начале И примерно до середины, может быть, чуть больше Почему? Потому что, ну, другая атмосфера, другая обстановка, все другое И это как минимум прикольно было Но вот ролик идет час двадцать восемь Вот сделали бы его на пятьдесят пять минут или там на час ноль пять Было бы прям идеально Очень много одного и того же Я думаю, что это утомляет не только таких людей, как я, которые там реакции смотрят А и просто любых зрителей, которые смотрели это в оригинале Это долго Просто типа одно и то же гоняют, 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 гоняют В какой-то момент понимаешь, типа так Что? А, показывает Луиса, значит сейчас расскажет, как он пытается найти работу Ну и так далее Типа ужас Вот, но в целом, в целом Хорошее ощущение от ролика Как минимум было много раз забавно и прикольно Отвечайте на вопросы ребят, которые задавал по ходу ролика Пишите, как вам Ставьте лики И подписывайтесь на канал Женек Спасибо огромное, что посмотрели Люблю вас, ценю и обнимаю Встретимся завтра, ребята Встретимся завтра Пока Я найду работу, я вопрос времени Да найду я, господи, работу Да я найду Спасибо за просмотр Пока